Мемориал, названный именем Валентина Бубукина, шестой по счету. Капитан сборной СССР для всех этих ребят – пример для подражания. Футболист большой буквы, фанат своего дела. А сам турнир уже не просто традиция, а один из крупнейших спортивных проектов в области массового детско-юношеского футбола на всем постсоветском пространстве. «Нет более преданного футболу народа, чем мальчишки», – говорил сам Валентин Бубукин. И на этот раз мальчишки не подвели. В спортивную столицу они съехались отовсюду. Москва, Питер, Хасавюрт, Вологда, Челябинск, Назрань, Нальчик, Улан-Удэ, Ташкент, Сухуми. Новички в этом году – юные футболисты из Узбекистана. «На наших турнирах присутствует ряд селекционеров из именитых российских клубов. Это ЦСКА, это «Динамо», это «Локомотив», это «Спартак». Если ребята себя с наилучшей стороны, что мы надеемся, покажут, зарекомендуют, соответственно, дорога в большой футбол с этого турнира, у них начнется». Селекционеры отсматривают все матчи. Их задача – искать таланты. Отобранных футболистов забирают в Москву, где у ребят начинается настоящая спортивная жизнь. «Если мы видим какие-то задатки, то мы приглашаем уже в свой клуб. В нашем клубе созданы все условия, там, соответственно, дети развиваются, растут. Я могу сказать, что у нас из Сочи в ЦСКА сейчас там и сейчас занимаются, и прошли школу там больше десяти человек уже, человек пятнадцать даже. Для такого маленького города это здорово». Начинали играть на этом мемориале только сочинцы. Футболисты из других регионов к ним присоединились позже. То, что турнир стал международным – это плюс в первую очередь для самих игроков, считают тренеры. Здесь юные мальчишки знакомятся с культурой футбола. Ведь в каждом регионе она своя. «Каждый день не можем играть с такими хорошими командами. Не ущерб, конечно, нашему городу Сочи. Но уровень мастерства у нас настолько высок, поэтому стараемся учиться на примере других городов». Но все же пока фаворитами чемпионата считаются именно сочинцы. Наш город представляет сразу несколько команд. Сочинский футбольный клуб «Интер» – победитель прошлогоднего турнира. Второе место было за ростовчанами. На этот раз ребята планируют взять реванш и выиграть турнир 2014 года. «Главное, конечно, не испугаться, когда будем играть. Как правильно мой партнер сказал, не волноваться. Играть свою игру, одним словом». Девиз международного турнира – «Быть добру». Футболистов учат быть толерантными и вести честную игру. А чтобы разнообразить их досуг, параллельно с турниром, который проходит на полях, пройдет еще один турнир, только в игровых комнатах и по киберспорту. Ребятам предложат компьютерную игру FIFA 2014. Здесь также выявят победителей.